здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем делать салат из баклажанов и помидор перца и лука салат получается очень вкусный и больше он похож на грибы на белые чем на баклажаны и гости которые приходят к нам и пробуют этот салат не всегда узнают что это баклажаны поэтому все овощи сегодня мы будем резать крупно так чтобы можно было подцепить вилкой или подцепить ложкой и так приступаем для приготовления такого салата нам по над понадобится сегодня у нас отсчет идет не в килограммах и в граммах а в штуках и так 10 баклажан 10 перца 10 помидор 10 лука ну так как у меня лук крупный я взяла только 6 вы можете брать на свое усмотрение 10 чесночин кроме этого песок соль уксус будем добавлять в конце еще нам понадобится 200 миллилитров растительного масла и так приступаем берем баклажаны и режем их крупными дольками чтобы они были похожи на грибы резать можно баклажаны по-разному кто как хочет но главное чтобы все это было дольками также режем помидоры я их помыла почистила обрезала попки и режем тоже также произвольно также крупно нарезаем перец пластиками если вы считаете что это крупно значит можете резать по-другому мы этот салат делаем не один год и нам это очень нравится итак мы нарезали все овощи вот такой тазик у нас получил но этот таз не самая маленькая посуда для нашей семьи поэтому вы можете еще раз убедиться что этот ролик не постановочный делаем это все каждый год для своей семьи и так сейчас мы нальем 200 миллилитров 200 миллилитров растительного масла сюда также 2 столовых ложки соли и пол стакана сахарного песка все перемешаем поставим вариться будем варить примерно 20 минут у нас еще останется уксус и чеснок уксус это эссенция чеснок будем сквозь в конце варки так ставим на плиту итак наша масса дала сок и она потихоньку булькает и вот с этого времени засекаем 20 минут ворошим чтобы масса не пригорела тем и временем готовим баночки крышечки чтобы у нас все было готово итак прошло 20 минут и мы вливаем уксус эссенцию 70 процентную 3 ложки и варим еще 10 минут все помешиваем ну вот наш салат готов сейчас мы пропустим чеснок через чесночницу и я уже выключила потому что салат будет потихоньку еще кипеть и как проворошим все и можно закладывать банки и так наша закуска готова из баклажанов мы складываем все в баночки закрываем крышками прокипяченными убираем баночки стараемся брать равномерно получается вот такой салат и так у нас получилось 8 баночек 3 баночки 3 пол литровых и 4 баночки 700 граммовых делайте заготовки как я пробуйте пишите комментарии ставьте лайки с вами была бабка пчеловодка всего вам доброго вам я как вы Продолжение следует...